Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга открытым оком. Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2594. Насколько велика опасность, так сказать, церковного модернизма в Русской Православной Церкви? Что противопоставляют ему сторонники нерушимости церковных традиций? Отвечает Патриарх Алексей II. Вы сказали об обрядоверии, но у него есть крайняя противоположность небрежения к богослужебным традициям, попытки изменить их по своему усмотрению, без соборного согласия Церкви. Все это нередко сопровождается еще и стремлением размыть церковные устройства, посеяв семена безвластия и дав простор личным амбициям. К счастью, подобные тенденции не находят сколько-нибудь ощутимой поддержки у верующего народа. Он слишком любит красоту, строгость и боговдохновенную мудрость православного богослужения. Слишком ценит выстраданный в испытаниях и гонениях канонический строй Церкви, чтобы променять многовековую традицию надуновения суетных ветров движимых человеческой гордыней. Конец цитируемого. Отвечает Игнатий Лапкин. Человеческой гордыней названо здесь стремление понимать богослужение, чтобы оно проводилось на понятном великорусском языке, а не на тарабарщине. Ссылаться на народ, который умышленно держали тысячу лет в темноте, это все равно, что ссылаться на того, кто ослеплен тобой, чтобы он правильно определил цвет покупаемой вещи. Без благовестия нет верующего народа, а есть дикое и твердейшее суеверие, в котором умышленно и изощренно попы держат народ. Одна надежда, что Бог сотворит чудо, или сектанты, или католики размолотят этот скотомогильник. Дух Святой не берется в расчет. Но берут в расчет соборное решение, то есть что решат дедушки в патриархии. А это разве собор Духа Святого? Модернизмом называют возврат к первоапостольской чистоте. Но когда вводили потоком обрядность в апостольское служение, тогда разве это было не модернизмом? Так почему же обманываете народ и не говорите, что то, что нравится народу, это и говорит, что невозрожденные любят свое, мертвое языческое, мертвой хваткой, вцепились в мертвецы ветхозаветную обрядность, зашифровали богослужения, чтобы в этой тайне возвышаться, как бы обладателям посвященных избранных. Под видом православия народу преподносится совершенно новая религия, не основанная на благодати Христовой, но на ветхозаветных символах. Необходимо, чтобы, как говорит 1 Тимофею 1 глава 4 стих, не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели божие назидания в вере. Конец цитаты. Повредились умом лжебогословы и в Синоде, что не дают людям простой Евангелие, а зашифровали под церковно непонятный язык богослужения и к Библии не приучили людей. 2 Коринфянам 11 глава 3 стих. «Но боюсь, чтоб как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». «Но боюсь, чтоб как змей хитростью свою прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе».